Икона святых благоверных князей Бориса и Глеба Икона святых благоверных князей Бориса и Глеба находилась в Успенском соборе. По описям известно, что она была там уже в XVII веке. Поступила на реставрацию три года назад. Икона находилась в аварийном состоянии. Доска вся расклескалась по стыкам. Икона очень сильно потемнела, потемнела защитная олифа. При поступлении на реставрацию икона датировалась XII веком. Из-за того, что на оборотной стороне имеются конструктивные особенности, характеризующие ее как ранний памятник. Такие как накладные шпонки и большая толщина доски, ее формат, говорят о том, что это очень древние основы. Когда икона поступила на реставрацию, на ней уже были пробные раскрытия, выполненные при предыдущих реставраторах. В этих пробных раскрытиях пытались найти живопись XII века, соответствующую доске древней. Но результатов эти попытки не принесли никаких. Когда икона поступила ко мне на реставрацию, мной были выполнены дополнительные пробные раскрытия. И было выяснено, что на иконе на слое левкаса лежит живопись, которую можно датировать второй половине XVII века. Более раннюю живопись выявить не удалось. На реставрацию икона поступила практически полностью черная. Изображение было едва различимо. Фигуры святых князей находились под слоем очень потемневшего покрытия. В процессе моей работы я уже удалила потемневшее покрытие в правой трети иконы с лицевой стороны. Мною были выполнены дополнительные пробные раскрытия, где уже можно подробно проследить, как и когда поновлялась икона, когда на нее наносились новые слои живописи. После удаления потемневшего покрытия на иконе открылся поздний слой живописи XIX века. Такой вот прекрасный узорчатый плащ святого Глеба, выполненный белыми точками, которые имитируют жемчужное шитье, и золотыми такими полосами. На первом участке пробного раскрытия было удалено сначала потемневшее покрытие до слоя живописи самого позднего. После этого был удален верхний слой живописи и открылся слой записи, который был очень сильно потертый и сохранился плохо. После его удаления выявился слой живописи, который лежит на сплошном слое левкаса. Он имеет очень хорошую сохранность и выполнен был по листовому золоту, красными цветными лаками и белыми точками, которые имитируют жемчужное шитье. Здесь в нижней части фигуры на одеждах святого Глеба можно видеть и старый участок пробного раскрытия и уже выполненный мной новый участок. Мы видим слой потемневшего покрытия, слой записи конца XIX века на жемчужном шитье и на одеждах, и на мече тоже. Слой промежуточной записи предположительно XVIII века яркого сине-голубого цвета и соответствующая ему запись на жемчужном шитье и на камнях. И видим нижний слой живописи второй половины XVII века, который имеет светлый перламутровый оттенок и на нем были изображены цветы, тюльпаны с листьями и соответствующий ему фрагмент жемчужного шитья на золотом фоне с яркими камнями. Самая сложная работа была по раскрытию авторских жемчужин, потому что они понавлялись 4 раза за время существования иконы XVII века и каждый раз одними и теми же красками. И очень тяжело было понять, где же именно жемчужины, которые относятся к раннему слою живописи. К тому же они иногда в слоях понавления находились на том же месте или совершенно по-другому могли быть расположены. Авторские жемчужины эти расположены по-другому и имеют более крупный размер. То есть рисунок шитья совершенно отличается. Так же, как и на синих одеждах. Изображение мяча в нижнем слое сохранилось очень плохо. Удалось выяснить только, что оно, например, было шире и, возможно, не имело черневого рисунка, как в верхнем слое. Поэтому здесь оставлен верхний слой записи. Сейчас икона находится в процессе удаления потемнейшего покрытия с верхнего слоя записи. Покрытие удаляется только с подмачиванием слабым растворителем и почти в сухую скальпелем под бинокулярным микроскопом. Работу приходится вести только так, из-за того, что на иконе много слоев записи и все они неустойчивы к воздействию сильных растворителей. Поэтому приходится аккуратно стачивать потемневшую олифу постепенно до верхнего слоя записи. На одеждах святого Бориса еще осталось потемневшее покрытие, его еще не начинали удалять. Виден участок старого пробного раскрытия. При предыдущей реставрации было выполнено пробное раскрытие, заходящее на изображение левой руки святого Глеба. И при этом был удален слой записи. Сейчас эта рука раскрыта до нижнего слоя живописи. Как сложится судьба иконы в дальнейшем, пока еще точно неизвестно. Это будет решаться на расширенных реставрационных советах. И будет приниматься решение о том, сохраним ли мы этот верхний слой живописи и откроем раннюю живопись, или она так и останется в слое записи, такой поздней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова